Привет, мои крошки! Я начинаю влог. Как раз моя Любочка уезжает. Вон они. С чемоданами уже. Еще время есть у нас, поэтому мы хотим куда-нибудь заехать. А не снимала я все это время, потому что у меня вот простуда на губе и совершенно мне не хотелось ничего снимать. И вообще я отдыхала, не красилась. Мы чисто тусили. А сейчас думаю, ну вот уже осталось до вылета часы. Думаю, ладно, начну хотя бы влог. И похрену. У меня уже Ранка. Здрасте. Ранка зажила моя. Но все равно они накрашены. Ты что, маме не помогаешь? Мам. Вот машинка какая. Скажи, вот. Марко, покажи машинку свою новую. Ух ты, какая машинка. А, Дэнь, покажи ключ. Максина, вот делай вот так. Ой, как умеет. Блин, ма. Ма, 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 ма. Я вот так скажу умею, да? И дуть я умею. Кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Скажи, разговаривать скажи умею. Время полдесятого. Кстати, мы сейчас пока доедем, уже будет как раз к десяти. Мы проснулись, блин, девочки, семь тридцать. Представьте, даже торговый центр в десять, блин, открывается. И мы вот это сидели, ждали, пока откроется ТЦ, чтобы поехать туда. Хотим зайти, короче, в Найке. Мы вчера штудировали с Любашкой вечером, какие бы классные кроссовки купить, в каких фирмах есть. Ну, Любка много уже поперепробовала кроссовок и говорила, что какие-то не нужно точно покупать. Хоть и дорогие они, фирменные, и фирма зарекомендованная. Но, говорит, они неудобные. Лучше всего брать... Вот она мне порекомендовала Нью Бэланс, Найки, Асиксы. И вот этот Том Хилфи. А, ну вот точно, блин, не можем его выговорить все время. Том Хилфи. Том Хилфи. Что-то такое, короче. Томи. Томи что-то. Там красная полоска и синяя. Сейчас скажут. Ну, Лувитон можно взять. Удобные, кстати. Удобные? Лувитон? Да. Да. Вот каблуки не очень удобные, а кроссовки оригинала не очень. Вот я в них же вообще хожу, не снимаю их. Вот я ищу взамен. Вот. Ну, Лувитоны, они дорогие слишком. Мы пока еще столько не зарабатываем. Найки, Найки. Самые педатые. Найки. Самые классные Найки. Самые классные. Но модели у них охренительные. Мы вчера смотрели. Единственный момент, что Люба говорит, ну, она по Европе часто ездит, и говорит, что у нас в Россию просто не довозят много. И даже вот модели, которые мы вчера посмотрели, на нашем российском сайте, там уже даже модели не было размеров. Уже не было размеров. Не говорю о Ростове. У нас в Ростове один Найк вообще. Сейчас мы поедем туда в Мегу. Один магазин Найк оригинальный. Мы сейчас посмотрим, что там есть. Что там вообще есть. Мне было бы классно, если бы что-то там было. Но еще в Нью Белансе в Горизонте. По-моему, тоже один магазин. Хорошо, что они вообще у нас хоть есть. Все, поехали. А по дороге еще решили какие-то там шортики Любашка еще. Пацаны, короче, бесятся вообще. Народу вообще нету. Так классно, свободно. Короче, пока мы идем до Найка, мы по дороге тут еще заходим в магазинчики. И вот Любашка ищет себе шортики. Деня. Короче, хочет ходить. Ну и понятно. Раз. Покрутись. Ну прикольненький. Но они короткие. Ну а что? Секси-пекси? Ага, мне скажет потом. Классно. Потом он скажет. Классно. И его выкинет. Вот эти крутые шорты. Пойду молотку. Так, вот черненькие у нас. Причем это 24 размер. Большие. Что происходит? Что происходит? Пропустите тетю. Что ты делаешь? Денни. Фу, кто-то накатил, что ли? Кто-то из нас. Примеряю. Короче, вот такая модель. Вот нам очень понравилась Люба. Вот такая модель. Первая вот эта. Такая на лето. А вторая вот они. Ну я розовенькие взяла. День, я розовенькие взяла. Вот они. Белые есть еще черные. Я вот розовые. Они очень круто смотрятся. Очень классные. Как вам? Офигеть. Такие удобные. Даша, ням-ням, ням-ням. Тебу каюку суток. Как говорит? Ням-ням. Ням-ням, ням-ням. Так, короче, мы кушаем. То есть я кушаю. Вкусно, да? Да. Денни, они уже знают, я люблю этот блинчик. А Денни я отпустила одного вот. Переживаю, сижу, ем и переживаю. Марко, аккуратно. Аккуратненько, мальчики. Здесь могут гулять как дети, так и взрослые. Всем развлечения найдется. Получается? Да. Диточка. Хорошо, когда никого нет. Более-менее спокойно. Аккуратно. В общем, в итоге, действительно, очень мало представлено моделей в Найках, в оригинальных. Нам девочка-консертант сказала, что есть стритбит и что можно там тоже посмотреть. Там больше уличный стиль. Вот-вот. Сейчас мы туда зайдем. У меня вообще стритбит, где-то была карта. Там действительно модельки представлены, которых нет, допустим, в Найке. Вот. И расцветки есть какие-то другие, поэтому стоит и туда, и туда пойти. Но мне понравились модельки. Сейчас я какие-то выберу. И что-то я думаю, что я заморочилась на розовом. Сейчас, может, еще какие-то цвета посмотрим. В общем, они все очень круто сидят и круто. И круто, и классно. Вот мы приехали в наш аэропорт. Время есть. Кстати, есть. Че, не спит? Ты ее не открыла до конца или открыла? Открыла. Так, Денька уснул. Сейчас я его переложу в колясочку, и мы пойдем там еще посидим. Здесь, кстати, есть такая парковка. Я думала, что только 500 рублей час. Здесь есть два въезда в аэропорт. Один так, чтобы 15 минут и выезд. А если там задержаться, то будет 500 рублей. А еще два въезда, которые сразу, они платные. Один час стоит 200 рублей, два часа 400 рублей. Ну, отлично, короче. Сейчас мы с Любой... Я поставила машину, мы пойдем там посидим. В прохладненьком местечке зарегистрируемся. Купила я, кстати, кроссовочки. Вот они, они стоят. И вам потом их покажу. Потому что я их должна дома поносить. Посмотреть точно размер, мой или нет. А то я не совсем была уверена. Вот. Все, перекладываю, пацаны. Аэропорт это всегда так что-то интересное. Что-то новенькое. Ожидание. Либо возврат домой, либо ты куда-то едешь. Крутое место. Или не крутое. Короче, новые впечатления. Ассоциация. Ай, блин. Тут же нужно как-то проходить. У меня мало спит. Как мы будем проходить? Ну вот, парковочка у нас вышла 400 рублей. Так, вернули карту. Больше ничего я не назову. Чек. Не знаю, нужен он или нет. Все, мы идем. Вот крошечки. На какой модели я все-таки решила остановиться. Мне эта моделька очень понравилась. Показалась очень такой, знаете, разноцветной. То есть, прикольно. Ее под джинсы. Вот это вот подходит под джинсы. Может, под платье какое голубое, светлое. Ну, какие-то такие вот. Они универсальные. И мне показалось и цвета такие более-менее, знаете, ходовые, приятные. И пудра здесь есть наша модная. Фокус. Сфокусируйся на моей туфле. Вот. Еще я купила набор. Уже в сторис показывала. Я купила набор вот такой для мытья, чистки. Такой набор стоит 1300 у них. Это шампунь специальный. В общем, там пену делаешь. Потом щеточкой этой пеной чистишь. А потом их не можешь под водой, просто вот этой тряпочкой протираешь. Это вот в наборе идет. И купила еще носки New Balance. Тоже показывала. Они вот такие тоненькие. Мне понравилось на лето как раз. Не знаю, посмотрим. Я особо вот... Ну, я люблю, конечно, красочи там одеть и летом. Еще момент здесь такой, что с размером. Я взяла 37-й, как мой стандартный размер 37-й. Но что-то продавец-консультант сказал, что лучше брать больше. Что-то он там потрогает. Но я себя комфортно в них чувствую. Сейчас я по дому похожу и проверю, как они мне будут. Он говорит, если что, по дому походите. Если что, на размер больше поменяю. Вот. Ой, носочки классные, девчонки. Такие тоненькие. Смотрите, прям вообще. Прям лето-лето. Классные носки. Вот надела я, значит, сейчас шортики и футболочку. Видите, как хорошо оттеняет. Мне нравится, кстати, что здесь низ вот такой вот синий, темный. Потому что здесь всегда все пачкается. А верх более светлый. В общем, мне нравится. Денька, Денька. Короче, вот так вот. Отплатьиться, думаю, тоже хорошо будет. И, кстати, хожу сейчас, разнашиваю их по дому. У меня вообще идеальный размер мой, 37. Абсолютно ничего нигде не давит, не жмет. Очень комфортно и удобно. Так что это мой 37. Хотя меня уговаривали взять больше. Это простуда вообще просто. Поэтому не снимала вообще видосы. Потому что вообще, ну что это такое? Надо ждать, пока пройдет все. На улице жара у нас такая. Чувствую, уже пора включать кондиционер. Потому что вообще нереально. Любочку проводили, короче. Все. Теперь нужно окунаться в работу. У меня когда здесь друзья или кто-то приезжает, или кто-то в гостях, то я не могу заниматься делами. То есть, ну вот, крайне важными какие-то что-то делаю. Там, выложить видео, смонтировать там, да, или отправить посылку на почту. И все. А так вот не занимаюсь. То есть, я в магазин ничего не выкладывала все это время. Вот сейчас надо прийти в себя чуть-чуть и заняться. Поотвечать на сообщения на все. Вот. В общем, вот так вот на меня влияют подруги и друзья. Я делаю такие дорогие покупки. Но я ни капельки не жалею, потому что на самом деле такие вещи очень хорошо ценятся. И как послушать, всех очень хорошо носятся. Вот просто как-то в последнее время я не тратилась сильно на обувь или еще что-то. А мама мне вообще сказала, говорит, обувь должна быть хорошей, дорогой, там, со всеми делами для ног. Потому что, когда ты уже взрослеешь, тогда только ты понимаешь, что нагрузка идет вся на ноги. И потом вылазят всякие болячки, суставы, там, и так далее, и так далее. И я решила, все, зайчка, больше нет груши, я тебе все отдала. Мам, все, мам, нету больше. Грушу мама берет, очень вкусно, ему понравилось. Сейчас съем. Короче, я решила раскошелиться на кроссовки хорошие. Лучше пусть будет немножко обуви, но будет классная обувь такая, чтобы прям ноги чувствовали себя комфортно. Потому что я устаю. В одних одна, один косяк какой-то, в другой, хотя я покупала хорошую кожаную обувь. И единственное, ну, и на удивление в них как-то дискомфорт бывает в ногах. Вот. И очки, кстати, тоже. Одеваешь дорогие очки, их снимать не хочется. Про них забываешь, что они на лице, в них комфортно, классно отдыхаешь. А вот когда одеваешь очки какие-то недорогие, там, за тысячу-полторы, то и чувствуешь себя в них так же. Хочется их как-то снять, чисто для красоты носишь их, и все. Вот так. Ладно, пока отдыхаю, попозже вернусь к вам. Ну что, крошки, целый день я провалялась дома, реально, как приехала с аэропорта. Я реально ничего не хотела сделать, но сейчас уже встала потихонечку, смонтировала видео, провела прямой эфир. Соскучилась с девочками, очень рада была пообщаться. Сейчас иду ложиться спать. На завтра составила себе уже целый список дел. Мама должна пораньше поехать, мне нужно резину поменять. С зимней на летнюю, так как мою украли, насколько вы помните, да, и денег. Финансов не было лишних, чтобы резину взять. Сейчас вот появились не лишние, но выкроила деньги. Резину, потому что надо поменять, это важно. Ну и посылки поотправлять девочкам, кто заказы делал. В общем, ездила на массаж бы сходить. Не знаю, что в последнее время, то ли меня как-то задувает, то ли что. То я просыпаюсь, у меня спина болит. Такая, знаете, прям хочется потянуть, массаж сделать. То ли массажистка что-нибудь нахимичила, так, знаете, чтобы к ней приходила я. У нее какие-то золотые руки, прям так хочется, чтобы она помассировала мне. Вот. Все, я иду спать, пока ночью завтра увидим. Ты отпусти меня, чтобы я дальше звонко пела. И не держи меня, ведь я в клетке не сумела. Прожить и дня меня воля мыслью грела. И я не смогла, и я к тебе не прикипела. Привет, мои крошки. Этот влог вы будете лицезреть мою, блин, простуду. Эту дурацкую на меня, честно говоря, раздражает. Я не жду, не должность, когда она уже пройдет. Я решила, просто вы очень много просите меня снимать фикс прайса. Я вот так вот не хочу прям все время фикс прайс снимать, да. Но периодически получается, что вы так просите и наставаете. И я иду. И каждый раз подогреваете мой интерес еще больше. Ой, там новинка, вот это попробуй, вот это попробуй. И решила сходить сегодня в другой фикс прайс. У нас в Александровке на самом деле здесь очень много фикс прайсов. Обычно я хожу в один на Днепрозержинском. А здесь есть возле пятого элемента. Я здесь ни разу не была на втором этаже, потому что неудобно с малышом подниматься. Но сегодня я и полыше оставила. Поэтому пойду загляну, что же там в этом новом фикс прайсе. На походах к чемпионату весь Ростов будет в фикс прайсе. Или вся Россия даже. Просто подготовочка. Ну что, как всегда фикс прайс нас порадовал. Будет вам новое видео фикс прайс. Ждите. Сейчас приехала в магазин. Взяла кофе по дороге в Макдональдс. Все время беру кофе. Мне очень нравится. По настроению бывает с ванилькой беру. Жалко, у них нет большого выбора этих добавок. Только с ванилькой, либо без ванильки. Ну, короче, всегда в офисе мне хочется пить кофе. И я планирую сюда, кстати, купить себе кофемашину. Но другой момент, что еще кайф где-нибудь брать это кофе. И что-то в этом есть. Я люблю выходить куда-нибудь брать кофе. Я уже говорила, по-моему. Либо с кем-то общалась по этому поводу. Короче, есть свое что-то в этом. Когда ты именно не готовишь сама кофе себе. А именно ты его где-то покупаешь. Какое-то необычное, новое. И вот с ним вот это вот ходишь, пьешь его целый день. Сейчас приехала, кстати, поймала себя на мысли, что у меня обычно внутри происходит суета. Потому что, знаете, день короткий. И мне не хватает дня. И я стараюсь все успеть. И я начинаю тогда нервничать, когда что-то не успеваю. Но туда-то поехать туда. Жара плюс еще что-то там, желания какие-то. А вот знаете, в последнее время что-то я так вот, знаете, чуть-чуть подуспокоилась. Не знаю, с чем это связано. Может быть, даже с поездкой. Вот я съездила в Москву, как-то там провела время. И даже более скажу, что еще какая-то суета присутствовала, пока вот у меня были гости. Тоже, хотя я не занималась никакими делами. Я полностью внимание уделяла своим гостям. И вот как они уехали, я вчера пробыла дома целый день. Вот это вот ничего не делала. Вот я утром встала, пришла мамочка. Как-то все распланировала, написала себе. И вот тихонько там поехала, то сделала, поехала, то сделала. Как-то вроде и не жарко. Не знаю, что на меня влияет. Может быть, мои новые дорогие кроссовки. Но в них действительно очень удобно, на самом деле, ходить. Прям вот ножки мягкие, классные. Но в любом случае, лето, наверное, это не обувь для лета. Сейчас я еще чуть-чуть похожу в них. И надо что-то взять мне уже. Ой, что-то на лето. Босоножки какие-то. У меня есть разных много босоножек. Но хочется что-то интересненькое. Возможно, из своего магазина. Вот возьму вот эти шлепки, которые я вам показывала. У меня, кстати, заказывали их уже. И очень остались довольны. Вот. Ну, только у меня с задниками заказывали. Я хочу без задников. Надо вам померить, показать. Вообще, я планирую. Вот они кожаные, мягенькие. Я уже их мерила. Они очень классные. Обещали сделать такие белые с розовым. Их сделали, но только под заказ. Кому надо было. Потому что там целую партию. Я пока целую партию не заказываю. Я пока что беру так поштучно, по две. Вот. И поэтому нужно делать... Короче, там нужно заказывать колодки. Вот эти вот, саму подошву. А ее везут как бы с тех мест, где, во-первых, не берут ее поштучно. Ее берут оптом. Вот. Во-вторых, все это время. И если раньше об этом мы не подумали, потому что я как-то не подумала об этом, и ребята тоже не подумали. И, короче говоря, пока оно все сделается, уже и лето закончится, как они говорят. Поэтому, может быть, на следующий год. Но вот пока черные есть у нас. Ну, может, я себе черные возьму. Не знаю. Вообще, я планирую вам снять видео. Именно, вот знаете, что продается в моем магазине, сделать подборочку, вот матовые помады мои любимые, протестить, показать на себе. Сейчас простое только заживет. Платьишки какие-то вообще кайфучие, которые мне очень нравятся. В общем, знаете, самое лучшее выбрать из своего магазина, самое ходовое, то, что всем очень нравится. И прям снять видео, показать, рассказать, вообще моменты все. Прям вот, знаете, прям о моем магазине видео снять. А потом, через время, обязательно девочки спрашивают, чтобы я рассказала, как я открыла магазин, плюсы и минусы, сколько вложений. На это тоже нужно немного времени. Прошел только месяц, и я могу судить только от одного месяца, да, там, прибыли, расходы и так далее. Но я думаю, что пусть, может быть, пройдет хотя бы, может, два месяца, полтора, потому что хочется сделать более информативное видео, как я говорила уже. Так что я все сниму, просто всему свое время. Сейчас отправляю посылочку, отправляю девочке вот это платье, очень ей понравилось, размерчик S у меня. И, кстати, там, где я заказываю, на фабрике их нету, 1,52 размер остался у них. Все они закончились, но они отшивают периодически. Кстати, вот эти платья, их тоже не было, у них еще малиново, ярко-малиново-розовый есть цвет и желтый. И их не было, а сейчас я их заказала, вот они со дня на день должны у меня прийти. Вот такое платье девочка заказала, у меня 46 размер, вот она ждет уже, он тоже должен у меня сейчас прийти. И я, по-моему, какие-то цвета еще заказала, размерчики платья вообще классные, вот эти, очень нежные. Также макаронки остались. Ну, короче, я все это покажу. Макаронки, лапша. Платье лапша называется. Короче, много всего интересного, все покажу, расскажу. Вообще, включила камеру, чтобы сказать вам, что я сегодня спокойная, и это то, к чему я на самом деле давно стремилась. Вот это вот внутреннее спокойствие. Пусть будет много дел, но мы их все распланируем и будем очень спокойно делать, чтобы приходить домой, радоваться, улыбаться, а не падать с ног, валиться. Потому что это вообще не жизнь, это я бы так не хотела жить. Вот. Короче, сегодня день хороший. Я продолжаю делать дела, вернусь к вам попозже. Вот так вот мое солнышко играет в песочнице. Вон у него уже все тапки в песке. Вот так он любит помять песочек. Я вот не парюсь по этому поводу. Я думаю, вот пусть хоть изваляется тут весь в песке. Главное, чтобы кайфовал. Домой придем, помоемся. Что там, Дэнь? Вот так правильно отряхиваюсь. Научила мама, да? Вот так обтряхнула и чисто. Сидим мы уже в этой песочнице очень долго. И я говорю. Дэнь, пойдем погуляем, Зай? По на горку пойдем. Ты уверен? Может, пойдем погуляем? Вокруг дома сходим. Ну, хватит в песочке сидеть. Весь в песочке уже. Пойдем. Вот я и сижу. Короче, вышла из дома. Блин, так мне не нравится этот цвет. Дебильный какой-то. Дело платьица, вы узнаете? Платьица, вы узнаете? Ты-дын-дын. Оно с кроссовочками очень хорошо сюда. Только вам нужно чуть-чуть еще пригладить получше. У меня же паровой. Где? Где паровой? Вот. Я очень люблю, кстати, сочетание нежной платьицы какое-то такое. Ну, помятая, вообще жесть. Охренеть. Надо до магазина добраться. Блин, сейчас все вот смотреть. Игу, спешу. И вот как раз я подъехала, и ливень начался просто. Я уже опаздываю 5-7 минут, блин. Эйта, хотела сказать, что не каждый способен выйти из дома в помятом платье. А вот, блин, я не парюсь. Не, стрёмненько, конечно, выглядит, но мне же нужно дойти до того места, где у меня гладилка. Мне кажется, ничего страшного. Ну, выбежала девчонка. Единственное, что немножко стрёмненько. Сейчас я пойду брать себе резину. И как бы я такая выхожу, там, дорогую резину собираюсь брать. Что-то там туда-сюда. И такая в помятом платье, короче. Ну, как бы не камель-хода. У меня такой не очень приятный. Ну, кстати, хотела сказать, что я люблю сочетание нежного платья и кроссовки. Такие спортивные, да, такие. Цвета очень красиво подходят. Короче, давно я не надевала платьев, и как-то мне нравится. Даже что-то я не надевала. Короче, я побежала под дождём. А ещё я не расчесанная. Я вообще хотела голову помыть, но мне нужно было быстро выбежать из дома, пока малыш не видит. Мама пошла с ним на балкон. Короче, я забыла расчесаться даже. Но сейчас всё равно массаж, всё мне там в масле сделают, все дела. Не знаю, может, где-нибудь помыть голову в салоне. А может, просто сделать хвостик. Потому что ещё солярий сегодня, и всё равно голова грязнится там. Блин, что ж делать? Смотри. Я вышла из массажного кабинета. Девочки, это такой кайф. Просто вот золотые руки у человека, блин. Вообще, просто она делает. И вот я испытываю только приятное. Я вот давно ходила, вот сколько ходила на массажи, реально мне везде всё время так или иначе было больно. А тут я прихожу с проблемой, и мне её решают приятным и эффективным способом. В общем, опять дождь пошёл. Вообще, такой кайф. У меня, походу, матрас очень мягкий в новой квартире. И я хочу купить себе на матрасник вот такой вот сверху, более жёсткий. Надо будет узнавать все эти моменты, потому что я каждый раз встаю, и у меня, ну, как бы болит спина. Мне, конечно, Мария посоветовала зарядку делать, но я ленивый человек. Я сразу думаю, ой, вот вы на массаж к ней. Жалко, каждый день его нельзя делать. Я бы каждый день не ходила. Так, это я тут уже прилегла, у меня такие тут красные. Так, ладно, надо резину покупать, в магазин надо, короче. Дел, как всегда, по горло. Ура, я поменяла резину. На самом деле, сейчас еду на машинке, прям ощущаю, что она чуть по-другому ездит, что-то чуть по-другому чувствую. Но, во всяком случае, у меня была с шипами вообще резина, и она прям шумела, когда я ехала. Теперь этого шума нет, и классно. Сейчас я еду в небольшой такой пробочке, поэтому включила камеру, чтобы с вами поболтать. Очень удачно я купила резину, девочки, потому что на мою машину 18 радиус, плюс я не хочу брать какой-то Китай, там, или еще что-то. Я хотела оригинальную какую-то, там, типа Мишлен, Йокохама, и многое другое. И я вам скажу, что вообще, просто от 9 тысяч за одно колесо. А мне на минуточку их нужно 4. Представьте, это ракет просто. Вот. И, в общем, долго решали. Я уже думала, может быть, бэушную купить резину. Но в итоге долго решали. В одно место ходила в другое, узнавали. В итоге я купила себе Pirelli. Это хорошая премиум класса резина. И вообще ее ценник был за одно колесо 11 тысяч рублей. Понимаете, да? 4 колеса 44 тысячи. Но мне сделали очень большую скидку. И мне удалось взять по более выгодным условиям эту резину. Так что я теперь на новой резине. Классной. Летний и кайфую. Вот. Не стала брать Китай, потому что, ну, много смотрели. Хотя многие говорят, что если, допустим, машину берешь, ты не для того, чтобы надолго, да, там ездить. Просто оригинальные, они менее убиваемые. И они более надежные по безопасности. Вот так, что на дороге что-то случится, лопнет резина или еще что-то, да. Если брать, допустим, там, Китай, то здесь уже, там, не так надежно все это. Но при этом Китай может, конечно, быть бюджетным и на время. Очень часто берут Китай, знаете, так поездить, там, может, год-два, и потом продать машину. Но так как я не собираюсь продавать свою машину, я хочу ездить. Я хочу ездить на безопасной резине, потому что, извините, у меня ребенок. Хоть даже и по городу мы ездим, все равно. Маневренность там, да, какая-то. Износ и стойкость, например. У оригиналов больше износ и стойкость. То есть они будут служить дольше, меньше изнашиваться. Короче, я счастливая, рада. У меня, вон, пол салона колес моих. Их брат сегодня вечером приедет, на балкон мне их затащит в мою новую квартиру. Еще я очень кайфу от сегодняшнего своего образа. Нежное платье и кроссовки. И оно еще так гармонирует по цвету. Кстати, вот тоже чуть по цвету не гармонирует с очками. Вот сюда бы сиреневые очки, было бы вообще круто. И я понимаю теперь, что у меня новый фитиш появился. Я теперь хочу покупать качественные, хорошие очки. Как только у меня их будет штук пять, Я думаю, что от всех, которые у меня есть очки, я избавлюсь. Я не знаю, может кому-то подарю, крестинки моей, да. Может какие-то очки разыграю, потому что, ну, новые абсолютно очки какие-то я даже еще не носила ни разу. В общем, что-то буду делать с этими очками. Кстати, скоро поеду опять в Москву. И надо будет зайти в Дьюти Фри, посмотреть какие-то очки интересные. Я еще хочу полароиды купить, потому что на самом деле, девчонки, вот бюджетные, да, вот можно там купить от двух тысяч, ну, три, три-четыре тысячи будут они стоить. Но они реально классные. Они легенькие, они такие, ну, прочные, знаете, достаточно. При этом они такие вот, ну, клевые и очень качественные. Глаза в них реально отдыхают, прям классные. И у них цвета разнообразные есть, они яркие сами по себе. То есть полароиды выделяются. Вот когда ты заходишь куда-то, я сразу выделяю полароиды. То есть я не по марке смотрю, а прям по дизайну. То есть их сразу видно, полароиды. И моя Любожка вообще говорит, я полароиды первый раз слышу марку. То есть она там крутые бренды, траля-ля. Но я говорю, вообще полароиды, они достаточно известные. Да, как Ray-Ban, мне кажется, известные настолько. И при этом бюджетные. И в любой, допустим, там, где очки заходишь, вот как Ray-Ban везде представлены. И полароиды практически везде представлены. То есть эта марка достаточно, ну, известная. Недостаточная, блин, известная супер-пупер. Я не знаю, сколько ей лет уже. Еще я проезжаю сейчас вот как раз кинотеатр Ростов. Из-за кинотеатра Ростова здесь дом, где студия находится у парня, который делал мне татуировку вот эту. А я же хочу татуировку еще себе одну. Ему недавно собиралась написать, что-то меня сбило. Я, короче, ему не написала. Но я хочу уже летом ходить с новой татухой. Можно даже к любимому поехать с новой татухой. Но я, наверное, не успею. Блин. Надо ему сегодня написать. Все, я написала Стасу. Надо делать сразу мне, как только идея появилась. Все, я написала, что я хочу. Тра-ля-ля, жду от него ответа. Ой, еще я хотела сказать вам, что я не знаю, как сделать мои влоги короче. Я просто говорю, 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 говорю. Потом думаю, пора останавливаться. Начинаю монтировать. У меня там 40-50 минут. Охренеть. Надеюсь, вы только радуетесь этому. Вот вы представляете, насколько крутой солярий у нас здесь. Что я еду с другого конца города сюда позагорать. Потому что в других, мне кажется, что реально понта вообще никакого нет. Сколько я загорала. И в дорогих. Вот тут цена такая. Не самая маленькая. Ну, и не самая большая. И в целом нормально. Кстати, мне вот в солярий выходит, да, кому интересно. Ну, из-за того, что я беру себе этот саншот. Или таншот, как он называется. Я не знаю. Короче, вот такая специальная штучка. Много раз показывала ее. Она стоит 290 рублей. Вот из-за нее выходит у меня все время 650-700 рублей посещения в солярий. Разовое. Я не беру абонементы, потому что не люблю провязываться. Хотя раньше брала здесь абонементы. Разово хожу. И кремушек стоит 210. Это вообще, по-моему, самый дешевый. Ну, вот я брала от 200-200 до 390. Вот. И в зависимости вот так вот разовое посещение. Вот сегодня 650 рублей было. Когда-то там 750 рублей. Вот так вот я хожу. В принципе, это не дешево, знаете, один поход такой. Раньше, блин, за 200 рублей можно было позагорать. Вот. А если пойти в Москве, в Сан-Сити, то вообще, блин, там двушка. Одно посещение. Так, поехала в магаз. Гладить свое платье, наконец-таки. И посылочки отправить. Пришла в магазин, запаковала посылочку, кстати, моим постоянным клиентам. Всем моим постоянным клиентам, кто уже не первый раз берет. Поцелуйчик шлю. И сейчас я буду гладить свое платьице. Кстати, платьице, вы помните? Какое? Которое я брала где? Да, в секунде. Оно очень-очень крутое. Классное. Прям так подходит сюда. Сейчас я его поглажу и сфоткаюсь в инстаграм. И вам покажу образ тоже в целом, как под кроссовочки смотрится. Ну вот, мои крошки, я погладила платьюшко, наконец-таки. Вот, смотрите, как оно смотрится под мои кроссовочки. Та же цветовая палитра. И такое вот нежное платьице. Мне очень нравится. Вот так вот. Класс. Заказала визитки, короче. Визитки, карточки для подписи, бирки. Ну, чтобы, короче, все красиво было. По-фирмовому. Блин, такие дорогие. Все это так дорого. Такие расходы большие, блин. Весит аж. Нет, чтобы все подешевле было. Это же... Это же всего лишь картон. А все дорого. Так, на почту бежим. Пришла в Мегу. Да что ж ты моя камера, господи. Боже мой. Неужели опять нужно... Вообще, дефрострат так много. И вот камера. Вот она жужжит сейчас. Вы слышите? Я слышу, она вибрирует у меня немного в руках. Мой ребенок, кстати, очень любит вот эти звездочки. С апельсинкой. С клубничкой я ему взяла. Решила попробовать новые печеньки. Потому что Хайнси говорят не очень. Вот. Фирма Гербер у нас опять будет. И вот такие еще. Надо попробовать. Дэнни. Травка тут у тебя, да? Цветочки какие-то. Куда поскакал? Стой, говорю! Да что ж такое? У меня ребенок Дуриндл. Дэнни. Ну я лежался. Тихо. Стой. 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 Пошли в песочницу. Стой. Стой, 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 стой. И все, и ложиться. Мы решили с малышом моим прогуляться вокруг дома. Свежий воздух, жары нет. Прям классно даже. Да, Дэн? Дэн. Собачку уведу. Все, ой, собачку. Не надо ее только... Это уже... Собака. Смотри, какая маленькая. Ой, 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 какая классная. Ай, ти-ки-ки. Ой, ой. Класс? Ой, какая лавочка. Ну смотри. Ой, как прыгает. Ты тоже ей понравился. Лизнула, смотрите. Счастливая. Спасибо. Вот такая вот собачка у нас тут есть. Классная. Походу, Дэнька сейчас первый раз так близко собаку видел. Она такая... Сейчас испугалась, но нельзя же всех собачек там трогать. В плане, может, укусить еще что-то. А вот, например, у Кристинки к ней лучше не подходить. Она такая... Ну-ка, ну-ка, не лезьте ко мне. Это вроде добренькая. Дэнька, счастливая тебе, да? Нравится собачка? Классная, да? Я тоже вот одела немножко джинсовочку. И Дэньке джинсовочку одела. Мы прям с ним на стиле вдвоем. Сегодня, кстати, читала комментарии. Очень разных много по поводу моего черного костюма. Вообще по поводу чужих мнений. Мне кажется, это вечная тема на самом деле. По большому счету я не обращаю внимания, как вы могли заметить, что очень мало у меня есть обращений к хейтерам, да? И там под каждой фоткой примерно в инстаграме у меня есть какое-то непонятное мнение чьё-то, да? Которое, в принципе, мне не колыхало. И бывало, что даже я не спрашиваю о чём. Как правило, я вообще редко спрашиваю по поводу, как я одета или как я выгляжу. То есть я сама себе стилист. Сомнений в этом у меня нету, в моём стиле и так далее. Мне всё нравится. Но бывают люди высказываются. И, конечно же, если бы это происходило непосредственно рядом со мной, я бы, естественно, не молчала. Мне бы всё время хотелось что-то ответить. Но здесь момент я, как правило, молчу, потому что я понимаю, что это всё бессмысленно. Но это реально вечная тема. Кто-то мне что-то там сказал, я на это отреагировала. Кто-то мне говорит, ой, если ты блогер, должна быть готова. Я там что-то скажу. Мне тоже есть что сказать на самом деле каждому человеку. Привет! Блогер! Привет! О, Малена. Это. Есть что сказать. Кстати, Малена – это один из лучших колористов вообще в Ростове у нас. Хотела я к ней попасть, но сначала у меня не было возможности времени к ней попасть. А потом она вообще вроде бы перестала заниматься этим. Не знаю, на время или на постоянную. Вообще такие таланты не должны переставать заниматься своим делом. Как же теперь русалки, которые к ней ходят. Вот. И что ещё? Что ещё хотела сказать? А, ну и всё. Это извечная тема. То есть мне, каждому человеку, который высказал своё мнение, да, негативное какое-нибудь... Аккуратно, Зай, аккуратно. Аккуратно, иди сюда. Есть что сказать 10 тысяч раз больше, да. И, конечно же, то, что я скажу, никак не усмирит человека. Он такой раз и всё. Это его ещё больше спровоцирует, потому что то, что я скажу, вряд ли ему понравится. Поэтому я понимаю, вообще, я весь диалог вижу наперёд. И думаю, да ну его нафиг вообще реагировать на всё это. Но иногда, конечно, хочется высказаться. Тем более в сторис, которые 24 часа держатся, потом уходят куда-то. Чё бы мне высказаться иногда, да? Иногда оплевухушку дать. Ну всё, нормальная песочница, нормальный песок привезли. Всё, Дэня здесь, короче, может до утра зависнуть. Так, мои дорогие, доброе утро. Я уже сегодня себе сделала масочку. Кстати, лицо сразу такое раз. Более олощённое. Уже жду, не дождусь, когда пройдёт моя простуда. Сегодня я собираюсь снимать для вас окрашивание волос, тест краски новой. Перед тем, как... Ну, более бюджетную мы сейчас протестируем. Перед тем, как более дорогую, там, разошли, она профессиональная нам выйдет. Посмотрим, в общем, что и как получится у нас. Корни закрашиваем, да? Чтоб без желтизны были. Ищем такую краску. Дальше собираюсь снять вам свой гардероб, что я буду выкидывать. В общем, зачистка, да, у меня будет. Попробую снять, посмотрим, что выйдет. Также у меня уже лежит куча и фикс прайс, и фаберлик, и секонд-хенд. Всё ждёт съёмок. Я думаю, просто к чему, что всё это я буду заканчивать, наверное, влог, потому что опять, может, он непредсказуемо быть длинный. Я хочу чуть-чуть покороче делать влоги всё-таки. Вот. В инстаграме, кстати, появилась новая у нас теперь, как это, фишка. Забыла слово, как называется, в общем-то. Идея. Я буду выставлять свои луки. Я заметила, что моим подписчицам понравилось обсуждать, как я выгляжу, как я одета, насколько стильно, не стильно там, и все дела. Ну, у меня есть определённый свой вкус, и в нём главное – это удобство. Это вообще номер один. Дальше уже идёт что-то стильненькое, где-то что-то модненькое, где-то что-то необычное, что-то несочетаемое. В общем, и я смотрю, что очень мнения прям кардинально разделились. Даже большинству людей просто не нравится, как я одеваюсь. Это очень интересно, любопытно. И я вижу, что проявляется интерес к моим образам. И я решила, что буду выставлять свои луки, и пусть люди высказываются, оставляют свои мнения. Так что, кому интересно, заходите в мой инстаграм. Я здесь оставлю ссылочку. И принимайте участие в обсуждении моих образов. Вот. А, по поводу того, что я ездила в Москву, тоже там был комментарий один, что куча загадок и так далее. Да нет никаких особых загадок, просто я ездила в Москву на один день по делам, просто сейчас не стала это говорить. Но есть определённые причины, почему я не стала говорить об этом. Как бы у меня цели не было, прям, знаете, суперсекретность какую-то делать. Но кому интересно, я об этом скажу потом, когда уже кое-какие дела сделаются и решатся. Я об этом скажу потом. Кстати, он ест новое печенье, хочу, мама хочу, вот, то, что я вам показывала. И ему нравятся. Они с яблочками там, да, состав вроде хороший. Я такого особо не читала, но я не увидела там чего. Я и Хайнс не читала. Просто говорят, что в Хайнсе, да, состав какой-то не очень. Я так просто услышала, что, говорят, состав не очень, не одна мамочка, и решила другие печеньки взять. Вот. Что ещё? Что ещё? Мамка. Нет, ты мне ничего не дал. Дэнь, дай нормально печеньку. Мам, дай. Что, всё, нельзя печенька есть, да? Да. Выпрежулемая. Сейчас мы спать идём. Тихий час у нас. Сейчас у нас 10 минут первого. Мы в 8 утра встали, в полуосьмого где-то. Аккуратно, Дэнчика. А, и то, что я делала в Москве, я обязательно скажу. Просто это будет отдельное, наверное, видео, либо какое-то событие в моей жизни связано с этим. Будет немножко. Я просто скажу потом об этом. В общем, никаких загадок нет. Ещё я записалась на ноготочки. В принципе, они у меня в хорошем состоянии, но уже это... Всё целое, но уже отросли вот эти вот, корешки. А так как я еду в Москву, скоро опять к любимому, то нужно будет, чтобы ноготочки были свежие. Я уже записалась на 29 число к моему любимому мастеру. Вообще классный, да? Жёлтенький. Я хочу другой немного цвет. Сиреневый, наверное. Что-то мне понравилось. Под кроссовки, короче. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Люблю вас, целую. И увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok